У каждого народа есть свои священные места, со своими легендами и былинами. Одним из таких священных мест считался родник. Ведь не случайно слова род, родной, родина и родник имеют общий корень. Символизируют связь людей с теми местами, где их корни, где исток их рода. Родник чистой души. Именно так называется областной дистанционный тур по этнографии, которая проходит в рамках проекта «Областная детская этнографическая экспедиция «Радуга» уже восьмой год. И сегодня на наш фестиваль были приглашены победители. Для награждения победителей областного детского дистанционного тура по этнографии мы приглашаем заведующую секцией отдела Центр межнационального общения координатора областной детской этнографической экспедиции «Радуга» Светлану Викторовну Стройкину. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, коллеги, уважаемые участники и наши почетные гости! Мы каждый год с нетерпением ждем встречи с вами на нашем областном детском фольклорно-этнографическом фестивале «Радуга». И каждый год мы встречаем вас вот такими радостными, бурными аплодисментами. Уже 23 год существует наш фестиваль. И, конечно же, за 23 года у него сложились добрые традиции. И одна из таких добрых традиций – это награждение участников-победителей областного дистанционного тура по этнографии «Радник чистой души». Дорогие ребята, мы очень рады, что у вас такие отличные знания по истории, культуре, обычаям, традициям тех народов, которые проживают на территории нашей Оренбургской области. А народов, которые проживают на территории Оренбургской области, уже ведущие сегодня сказали в начале открытия – 126. Чтобы для вас было понятно, во всей России проживают более 190 национальностей, а только в нашей Оренбургской земле – 126 национальностей. Давайте тоже этому поаплодируем. И сегодня мне хотелось бы сказать, то есть и пригласить сюда тех людей, которые стали победителями областного дистанционного тура. Сегодня, на сегодняшний день, 42 участника стали победителями, которые набрали 120 баллов. И только сегодня двоим победителям удостойна такая честь подняться на эту сцену и получить особый подарок от Министерства образования, от Министерства социального развития. И сейчас я с удовольствием под ваши аплодисменты приглашаю Дмитриенко Варвару, учащуюся образовательной школы станции СЭК Переволодского района. АПЛОДИСМЕНТЫ И также приглашаю нашу инструкцию, учащуюся в Беловской СОЖ САКМАРСКОГО района. А мы давайте встречаем наших победителей аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сегодня эти две очаровательные девушки. То есть я хочу сказать про них, что они на сегодняшний день являются неоднократными победителями и участниками областного дистанционного тура по этнографии «Родник чистой души». Также Коржинь Софья в этом году стала победителем областного конкурса детских исследовательских и проектных работ на гонациональной овентужии. А Дмитрий Елкова Варвара является неоднократным участником коллектива «Светелочка» Переволодского района, который на протяжении 10 лет приезжает к нам на фестиваль, является его участником и являлась неоднократным победителем нашего фестиваля. И поэтому именно вот сегодня им двоих выпала такая честь, то есть мы вручаем им грамоты. Давайте под Ваши бурные аплодисменты еще один сюрприз будет. Коржинь Софья. И самый главный сюрприз от Министерства образования. Сегодня Вам вручается сертификат «Санатурно-оздоровительный комплекс «Золотой голос» города Турапсе, Краснодарский край, на побережье Черного моря. Спасибо Вам большое за участие. А остальных победителей, которые заняли также первые места в дистанционном туре, мы приглашаем на конкурс «Народные гуляния», где Вас ожидает еще один сюрприз. А подборные аплодисменты мы провожаем Вас. Вы отдыхаете в этом году на Черном море. Спасибо Вам большое. Приглашаю всех взять участвовать в нашем дистанционном туре по этнографии «Родник чистой души». Хорошего Вам праздника, хорошего Вам настроения и море-море позитива. Спасибо. Спасибо Вам большое, Светлана Викторовна.